Доброе утро, уважаемые зрители! Сегодня у нас 9 июля в Туознши Шильде. Хазар Алматы, Халасанда Жирмен. Бугун Турген Шатхална Барабкелей. Сейчас нахожусь в городе Алматы. Вот выезжаю с города по восточке. Как можно заметить здесь недавно заменили верхнее покрытие асфальтированное. Сейчас дорога очень такая прям ровная, идеальная, но пока что нет разметок. Вот сегодня едем в Тургенское ущелье, в которое ранее ездили в прошлом году. Последний раз там был в прошлом году, в этом году еще не ездил. Там находятся у нас водопады, есть отличные места вдоль речки. Также можно выехать на плато Осы. А сегодня мы едем на открытие нового визит-центра Тургенсай. Еще не везде успели положить новый асфальт. Сейчас у нас 7.40 утра. посмотрим за какое время мы доберемся до ущелья Турген. Турген Шатхална Сейчас выезжаю на Кульджинский тракт и по этой дороге мы доберемся до города Ясык и дальше уже до самого Тургенского ущелья. Знак об окончании населенного пункта и начало населенного пункта Гальдала. Пересечение Кульджинского тракта и Бакат уже здесь открыли движение с одной стороны. Новый асфальт Поворот в сторону города Ясык. Погода сегодня солнечная. Сейчас на улице 23 градуса тепла, а утром было 21. Ясык Калас на Кошкельгнездер. 8.20 утра. Дороги в городе Ясык немного подпортились. Было бы неплохо обновить верхний слой асфальта. Заехали в населенный пункт Тургень и здесь вот сразу на повороте уходим направо. Есть заправка Руэл Петру. Так как сегодня суббота, думаю сегодня в ущелье людей будет очень много. Дорога здесь хорошая, лежит хороший асфальт. Данные ущелья очень посещаемые. Сюда приезжают очень много отдыхающих, особенно в выходные дни. Здесь вот с левой стороны находится местный ГЭС. Тем временем потихоньку подъезжаем к экологическому посту национального парка Ле-Алатау. Здесь небольшой кипиш на экопосту. Сегодня сюда, видимо, приезжают важные гости. Вот, также есть полицейские. Очень стало удобно, что можно оплатить по QR-коду. Можно просто навести на значок QR и сразу выходит, то есть вид оплаты там на пешеход или автомобиль. Выбираете, нажимаете там буквально на кнопку, сразу выходит 506 тенге и 30 тин. Вот, и сразу оплачиваете. Здесь ловит интернет. Отлично. Очень быстро все произошло. Сам даже не понял. Раньше такого здесь не было. Это очень радует, что, как говорится, развивается тут все. Технологии, как говорится, новые здесь появляются. И становятся удобнее. Конная прогулка, сахская баня, форель. Появились какие-то новые территории для отдыха. Здесь вот с левой стороны все огородили от дороги, с правой стороны тоже. По ущелью есть вот такие мусорные контейнеры. Также вдоль реки здесь есть очень много хороших мест для отдыха. Есть беседки. Здесь вот, к примеру, мед продают. Сюда можно приехать с палатками, с ночевкой. Сюда можно приехать с палатками, с ночевкой. Ниже медвежьего водопада. Здесь вот находится новый визит-центр. Потихоньку все начинается. Сегодня официальное открытие визит-центра. Визит-центре будет туалет. Еще, может быть, в будущем, на втором этаже, говорят, построит... Ну, откроет несколько номеров для отдыхающих. Еще одна из комнат. Также здесь будет место для питания. Вид на улицу. Здесь вот такие вот столики есть. Там дальше скамейки. Вид открывается на реку Тургень. Такой огромный валун здесь есть. И здесь, по всей видимости, будет, скажем, парковка рядом с визит-центром. Парковочных мест не так много. Ну, быть может, оно так и задумано. Также рядом с визит-центром есть вот такой вот домик. Пока не знаю, каково его предназначение. Еще одна комната. Здесь только что интервью брали, так что не мог здесь нормально поснимать. А вот доступ на второй этаж, где, так скажем, планируют сделать небольшой, так скажем, отель или гостевой дом. Вот, пока что здесь идет ремонт. Продолжение следует... На этом официальная часть заканчивается. Вот так вот сегодня презентовали новый визит-центр. Конечный результат у нас будет документальный фильм и книга и выставка настоящих садов. Официальная часть закончилась, а теперь мы собираемся пойти в небольшой поход к Медвежьему водопаду. Медвежий водопад, как мне ранее рассказывали, говорили, что такое название из-за того, что здесь раньше водилось очень много медведей. Так как сегодня у нас выходной день, здесь очень много машин. Вся парковка занята. Это у нас парковка близ Медвежьего водопада. И, кстати, я сегодня заметил, что здесь в ущелье появился вот такой вот тур. Это у нас Сайдсинг Турс Хоббас. Прикольно по ущелью, да? Никогда не думал, что здесь в ущелье такое появится. Ошибочка. Это, оказывается, не местный автобус. Данный автобус, оказывается, арендовали в городе Алматы. Это экскурсионный тур на таком автобусе. Они заезжают еще на озеро Ясык и приезжают сюда, в Тургенское ущелье. Субтитры делал DimaTorzok Водопад Медвежий. На подходе к водопаду появилась такая лестница. И есть теперь за что держаться. Субтитры делал DimaTorzok Туда-обратно на водопад сходили за 1 час 10 минут. Вот такой вот легкий и доступный маршрут. Наверное, заметили, что Медвежий водопад состоит из нескольких каскадов. И я так понимаю, там наверху есть какой-то же Айляу или плато. И туда однозначно можно тоже как-то попасть. Мне кажется, там наверху есть, если по картам смотреть, есть какие-то дороги, чтобы проехать через плато Осы. Спускаемся вниз и возвращаемся домой. Рахмет Сауба у нас. Спасибо и до скорой встречи.